Возрождение 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 За себя тоже лично скажу, за конкурс туристического сувенира, который мы сейчас проводим, финал его будет в ноябре. Здесь очень много интересных представленных, как раз компонентов с позиции туристических сувениров. Это тоже для нас, конечно, налаживание контактов, как для участников, так и для нас, как представителей экспертного сообщества. Такие мероприятия не просто важны, они крайне важны сегодня, на самом деле. На самом деле мы очень давно ждали нечто подобного в нашей области, потому что мы уже несколько лет пропагандируем русскую культуру для себя в наших семьях и посещаем другие фестивали в других областях. И уже, честно говоря, тоже сами наметились организовать подобные фестивали в нашей области, в Ивановской, потому что не было раньше такого. Это первое, и мы очень рады на самом деле. До открытия я узнал, что в селе проживает всего вот здесь 50 человек, что меня еще больше поразило. Я увидел такой, я думал, что это все местные жители, оказывается, это люди, приехавшие с разных городов, посмотреть. Мне очень порадовали коллективы музыкальные, которые вот в традициях выступили. Более того, порадовало то, что это были и дети, и средний возраст, и взрослые. То есть вот некое единение разных возрастов. И все это вот настолько вписалось в открытый ландшафт вот этой площадки, что просто, ну, очень замечательно, очень замечательно и тема вот чая, тема вот русского этого напитка, чая, да, хотя мы говорим там, он есть и зеленый, и как бы и китайский, и разный чай. Но чай это, как бы мы в нашей памяти, да, всегда его пили на Руси в больших количествах. Англия в 19 веке, имея обширнейшие колонии в Вест-Индии, да, и имея качественный чай зеленый и черный, тем не менее 60-80% по разным источникам внутреннего рынка иван-чая составлял именно Копорский чай из России. Англичане знают цену жизни, цену здоровью, цену хорошему настроению. Поэтому вот этот иван-чай, это возврат к нашим истокам, наши предки тоже знали цену этому чая, то есть никакой китайский чай не сравнится, никакой индийский чай с этим не сравнится по своему минеральному составу, по своему целебному качеству. Дело в том, что у нас, мы русские, мы славяне забыли совершенно исконное название своего чая, да, то есть чай это вообще не очень-то русское слово, был травяной напиток, вот, и, наверное, нет почти ни в одного дома, в котором бы, ну, где-то как-то там не рассказали бабушке, что надо попить, надо пойти снять со смородинки листочек, с малинки, с вишенки веточку положить, и получишь великолепный уже готовый чай. Так вот, такие чаи, которые были у нас на Руси изначально, они назывались травень, поэтому русский чай и русское название этого напитка для нас, родное, травень, мне очень хотелось, чтобы это красивое, замечательное слово вернулось к нам в обиход, потому что в основном под чаем, и даже вот когда презентуют какие-то русские праздники чая, да, говорят, где родился чай? Да, это Китай, это Индия, но у них совершенно свои чаи, да, и пусть они в Мексике называются там мате, там еще где-нибудь какое-нибудь другое название, у нас травень, и если он несет какой-нибудь оздоровительный эффект, тогда это здравень. Замечательные наши родные слова. Я очень люблю, ведь русский язык, он такой говорящий, если его слушать, если его нести дальше, а не набираться чего-то чужого, хотя бы вспоминать просто. В заключении у нас есть такая традиция, когда говорящий желает что-либо хорошее нашим радиослушателям и зрителям канала «Сварок». Что можно пожелать от себя, от души, доброе, вечное? Здравия, конечно, здравия прежде всего. И веры, наверное, веры в лучшее, потому что пессимизма много, нужно мечтать, нужно стремиться. Если кто-то не мечтает о чем-то, он никогда не смеет помечтать, не смеет сделать. Поэтому мечтайте, воплощайте, потому что вера без дел мертва есть. Я хотел бы пожелать, конечно, прежде всего, как-то обратить внимание на наши российские, русские, древнерусские традиции, на тех, на которых мы воспитываем, на которых мы обязаны просто воспитывать наше подрастающее поколение, чтобы дети наши не забывали традиции, чтобы они взросли и были не только вскормлены, но и взращены на нашей благодатной земле, на нашей родине. Я хотела бы всем пожелать самое главное – это доброго здоровья, отличного прекрасного настроения, энтузиазма и новых творческих успехов, поскольку я уверена, что ваши радиослушатели – это люди, которые любят свою родину, любят ее историю, гордятся своей родиной. И я думаю, вот то мероприятие, которое сегодня проходит, оно еще раз говорит о том, как мы прославляем нашу великую родину. Я желаю, чтобы в следующем году мы по максимуму увидели тех, кто сегодня слушает и смотрит. И я желаю, чтобы наши зрители и слушатели присылали свои мнения, свои комментарии, свои заметки, наблюдения. И я думаю, что благодаря экспертным мнениям от обычных граждан мы сможем сделать такие небольшие фестивали гораздо более масштабные, правильные и соблюсти все те желания и требования, которые предъявляются у гостей. Я всегда традиционно желаю, на самом деле, большинство стандартных вроде как вещей, но для меня сегодня важным является, чтобы там радиослушатели и зрители были счастливы, то есть я желаю счастья, да, творческих успехов, потому что без творчества невозможно развиваться. И, конечно же, самореализация во всех ипостасях собственных решений. Так что как-то так. Ну, во-первых, конечно, здоровья. Огромного-огромного здоровья с детям. И внукам, и родителям, и самим людям. И, конечно, все у нас, все, что для человека нужно, для его здоровья, для его счастья, оно создано уже природой. И нам надо просто вспомнить. Конечно, в первую очередь крепкого здоровья, хорошего настроения. И всем слушателям я желаю побывать в будущие годы на этом фестивале, потому что настроение прибавляет. Я желаю каждому найти свое предназначение. Обязательно. И идти по своему путеводному клубочку в соответствии со своим предназначением. И при этом находиться в гармонии с собой, своим внутренним миром и с внешним миром. С миром духовным и с миром физическим. Мы русские люди и хотим, чтобы наши корни, мы помнили о своих корнях. И наши дети знали, что мы славяне, и что русские народные традиции живы. И они не стерялись в мегаполисах. Берегите себя, берегите свою семью, берегите своих близких и все то, что есть вокруг нас. И самое главное, берегите свою, нашу, русскую культуру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова